Областная антикоррупционная служба продолжает разъяснять среди коллективов государственных органов пакет законодательных поправок об ужесточении наказаний за коррупционные преступления. На встрече с представителями органов юстиции первый заместитель руководителя регионального департамента агентства по противодействию коррупции Нурлан Жахин рассказала о новеллах антикоррупционного законодательства. Среди них запрет на применение уголовно-досрочного освобождения к лицам, совершившим тяжкое и особо тяжкое коррупционное преступление. Усиление наказания нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов, ведение запрета для госслужащих, депутатов парламента, судей на открытие и владение счетами иностранных банков. В ведомстве отметили департамент юстиции у них на хорошем счету. На протяжении многих лет там сдерживают нулевую статистику по совершению коррупционных преступлений. Из года в год в целом регистрация именно коррупционных правонарушений уменьшается, если по сравнению с 2016 годом и 2019-2020 годы сопоставить, то есть цифра именно регистрации коррупционных преступлений, она понижается. Это в связи с тем, что увеличивается у нас открытость, прозрачность госорганов, соответственно, больше населения становится правограмотным, и услуги, которые получает население, это все уже переходит в электронный формат. И, соответственно, выявление тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений в два раза возросло. То есть это говорит обратно о том, что уже бытовая коррупция практически сведена к нулю.